Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это второе видео в грубе и качевой. В прошлом видео мы с вами рассмотрели регистрацию на сервере роли в этом видео мы начнем с вами путь по серверу и соответственно рассмотрение систем с которыми вы будете сталкиваться играя на нашем сервере. Прежде чем мы начнем я бы хотел обратить ваше внимание на подсказки которые находятся сразу после входа в игру. Для получения подсказки нужно встать на соответствующий пикап букву и нажать кнопку I. Здесь вы найдете информацию о проекте, что такое ролевая игра, первые шаги, подсказки по системе транспорта, квартир, государственных организаций и так далее. Я настоятельно вам советую обратить на это внимание и потратить немного времени, но все же прочитать для того чтобы более-менее в будущем разбираться что и как происходит вообще. Первым делом я бы хотел бы обратить внимание на систему инвентаря которая присутствует у нас на сервере. Для того чтобы открыть инвентарь пишем команду items. Как вы видите инвентарь у нас состоит из 10 основных слотов плюс дополнительно 3 слота прод оружие, бронежилет и три слота под одежду. Одежду можно приобрести в магазине и любое удобное для вас время конечно с отыгровкой соответствующей можно одежду менять переодеваясь с одной на другую. У каждого игрока при старте есть начальный набор предметов которые вы видите перед собой. Сейчас мы с вами поговорим о каждом предмете в общих чертах для того чтобы знать как вы используете в будущем. Бинты и аспирин относятся конкретно к здоровью вашего персонажа. При получении огнестрельного или колото-резаного ранения вы начинаете истекать кровью. В тот момент пока вы истекаете кровью у вас отнимается ваш параметр жизни. Для того чтобы кровь остановить, к примеру вызвать или скорую или добраться самостоятельно до больницы, чтобы вам эту рану сошили и обработали и так далее, вам нужно остановить кровь. Чтобы остановить кровь мы используем бинты. Каждый бинт действует в течение примерно 7 минут реального времени, после чего он опять пропитывается кровью и у вас опять начинается потеря крови. Аспирин используется для повышения параметра жизни. Все это бинты и аспирин используются через команду HEAL. Сейчас мы с вами ее рассмотрим. То есть вводите просто команду HEAL, пробиваете ее через клавишу ENTER и видите подсказку в каком формате используется команда. Для того чтобы, к примеру, полечить себя вы пишите команду HEAL, свой ID и конкретно указываете что нужно. То есть это или бинт, или аспирин, глюкоза, парацетамона, алкаин и все остальное, это уже более относится к функционалу фракции ЦГБ, то есть конкретно медиков. Но в общих чертах вы себе сможете в случае там какой-нибудь потасовки, драки, неважно чего, у вас не будет хватать ХП или вы будете ранены, вы сможете себе изначально оказать первую помощь, то есть перебинтовать себя, поднять свои параметры жизни до определенного момента, для того чтобы вы могли передвигаться, потому что когда у вас слишком мало жизни, вы падаете в анимацию и не можете встать. Для того чтобы этого избежать, вы можете себе перебинтовать, перенять аспирин и двигаться в сторону больницы, или дальше развивать ситуацию. Вернемся обратно к инвентарю. Каждый предмет можно с помощью кнопки выбрать, его можно или использовать, или переместить с одного слота другой, или посмотреть информацию и выкинуть. Примерно 80 процентов предметов можно выкинуть на землю, они будут отображаться в виде объекта и в будущем их можно поднять. Есть такие предметы, которые не выбрасываются, то есть при выбрасывании такого предмета вы получите сообщение, что в будущем вы его поднять не сможете, соответственно он удаляется и на земле он отображаться не будет. В данном случае попробуем на часах их использовать. В чате мы видим РП действие, что вы одеваете часы на руку, они у нас появляются в виде объекта соответственно на руке и справа сверху вы можете видеть конкретное время по серверу. Далее я хотел бы с вами рассмотреть такую систему как параметры персонажа. Чтобы вызвать и посмотреть информацию о параметрах персонажа и вообще статистику персонажа, мы используем команду статс. В команду статс вы имеете диалоговое окно, в котором находится информация персонажа, навыки персонажа, документы и статистика. В информацию о персонаже входит соответственно имя, фамилия, возраст, то есть общая. В навыки конкретно входят навыки вашего использования оружия, ремонта лодок, машин, ваши навыки владения языком, навык владения оружием стрельба по-македонски. Это навык, который позволяет вам носить сразу, к примеру, два пистолета и стрелять с двух рук. Также входят навыки мусорный барон и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, в будущем о каждом по конкретной навыке поговорим более подробно, но сейчас как бы в общих чертах там находится информация о навыках вашего персонажа. В документах соответственно находится паспорт, находится ваши лицензии на управление каким-нибудь конкретным видом транспорта, разрешение на оружие и так далее. И статистика персонажа это то, что конкретно относится к вашему персонажу, это его уровень голода, его уровень жажды, через сколько у вас будет конкретная зарплата, потому что зарплата начисляется раз в час, но при этом вы должны присутствовать в игре, то есть, ну так, что вы зашли за 20 или за 10 минут до конца часа и получили зарплату. Также здесь какой у вас скин, ожидания, ожидания и так далее. Ну, я думаю, в этом вопросов не возникает, если все-таки такие вопросы будут, пожалуйста, задавайте их, и мы не обратим, чтобы конкретно более внимания и рассмотрим с вами в следующем видео. Также стоит отметить, что если у вас появились какие-то еще вопросы, у нас создана очень мощная система help, помощи, вы сможете найти практически любой ответ в свой вопрос именно в этой системе. Для того, чтобы вызвать систему help, соответственно, пишем команду и пробиваем ее. Служба поддержки, как вы видите здесь, отображаются и команды, какие конкретно для игрока, чат, транспорт, рация, сейф и так далее, и так далее, и так далее. По премиуму аккаунту, по кнопкам взаимодействия, по взлому замков, то есть, все отображается в диалоговых крупных, все очень удобно. Напротив каждой команды есть ее описание, то есть, эта команда отвечает за конкретно то, 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 то. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, сначала постарайтесь найти ответ на него в help, потому что мы постарались сделать его очень информативным. Если все же вы не нашли ответа на свой вопрос, тогда обращайтесь, пожалуйста, конечно, в службу поддержки. Наши помощники и модераторы, которые находятся на сервере, с удовольствием вам ответят и помогут разобраться в определенных системах. В данном видео, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях или на нашем социальном канале на YouTube, или, соответственно, на группе нашего сервера. Мы с удовольствием ответим. Мы готовы дальше продолжать снимать видео, отвечая на ваши более интересующие вас вопросы. В следующем видео мы, возможно, рассмотрим первые шаги. Это получение паспорта, получение водительских прав. Поговорим с вами о трудоустройстве на работу, о квалификации, о стаже, что это такое, как это получать и как это вообще работать. Пока все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч.